хорошо, красота погода сегодня прекрасная воскресенье на трассе до моря на пробке а у нас на озере красота купайся, плавай, загорай, отдыхай привет всем сегодня у нас вот такая чудесная прогулка по озеру нашего города и пока мы тут таким вот образом отдыхаем можно еще раз поговорить на тему что такое наш город город горячий ключ кому в горячем ключе жить хорошо кому в горячем ключе жить хорошо но если это в глобальном смысле я думаю всем жить хорошо всем хорошо устраиваются предприниматели различного бизнеса вот катамаранчики например прокат катамаранчиков гостиничного бизнеса торгового развлекательного бизнеса многие люди не только предприниматели имеют квартиры которые успешно сдают отдыхающим и таким образом зарабатывают себе на жизнь многие имеют торговые точки павильончики ларечки всевозможные развлекательные детские какие-то точки типа проката детских машинок на площади проката самокатов или детских надувных каких-то игровых площадок и так далее и тому подобное в общем в горячем ключе всем жить хорошо а также в небольшом южном курортном городе хорошо устраиваются пенсионеры северяне хоть они не сразу привыкают к южному климату а многие и вовсе не привыкнув собираются и уезжают в более прохладные регионы страны но привыкнув они уже не представляют как они могли бы выбрать другой город так удобно располагается в предгорьях Кавказский гор что и до Черного моря рукой подать и до Краснодара минут сорок езды на собственной машине ну и знаете климат в предгорьях немного особенный ветров таких как например в Новороссийске здесь нет снег зимой держится не более недели ну если повезет а то растает на второй день жара это месяца два самые жаркие июль август но что интересно ночная прохлада наступает после захода солнца и все высыпают на улицу если днем например плюс 32 то ночью может быть только плюс 17 19 жара сейчас сейчас наблюдается в большинстве регионов нашей страны даже в Сибири очень жарко жаркое лето вот знаете еще что многие говорят про плохую почву глинистую каменистую да я сама в этом уже не раз убедилась огородом заниматься тяжело но любители грядок выходят из положения завозя на свой участок хорошую землю многие пишут про плохую медицину тут я категорически не согласна ведь у нас курортный город он славится лечебной целебной водой минеральной которая одна только может лечить множество болезней не говоря о санаториях в которых лечат как местные так и приезжие покупают различные оздоровительные процедуры и лечатся себе на здоровье да знаете и поликлиника и больница у нас в очень хорошем состоянии за один большой я считаю минус я все таки хочу сказать это городская водопроводная вода вода с большим содержанием примесей таких как кальций железо и так далее нужны мероприятия по очистке воды нужны новые скважины чтобы летом когда в городе прибывает очень много отдыхающих в частном секторе не отключали бы воду тут я думаю все таки есть какая-то ну так мне кажется коррупционная какая-то составляющая так как есть много заводов которые очищают воду и потом продают ее местному населению они не хотят терять свою прибыль своих покупателей сами понимаете что если из крана будет течь вода пригодная для питья кто же тогда будет за деньги ее покупать переехав сюда на йог мы вначале удивлялись почему нужно покупать воду в бутылях чтобы что-то приготовить у нас в Сибири такого нет чтобы попадать в город воду в городской водопровод нужно ее очищать есть очистные сооружения точно так же и здесь должно быть ну я так полагаю да должны быть очистные сооружения должны должна вода очищаться и быть пригодной для употребления ее из крана но на самом деле все не так из крана ее пить невозможно вода очень с большим содержанием всяких примесей и от этого портится и техника и машинка стиральная там например водонакреватель да все абсолютно все портится от такой воды должны быть очень хорошие очистные сооружения но их нет поэтому здесь в горячем ключе все люди покупают воду для того чтобы что-то приготовить из-под крана ее пить невозможно было и что-то было что-то что-то она вот это что-то это вы не что-то что-то вы Продолжение следует...